Ситуация 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 которые находятся в Москве, и они в основном зависят от этих средств, которые находятся в Москве. Но хочу сказать, что нас это не должно интересовать, это их внутренние проблемы или сложности, это не должно сказываться на жителей нашего района и на выдачу заработной платы. Я хочу еще раз обратиться и к работникам предприятия, которые будут смотреть передачу, чтобы не допускали со своей стороны невыплаты зарплаты за такой длительный срок. Сразу обращались в администрации, либо в инстанции, которые есть комиссия по труду, есть у нас органы прокуратуры, поэтому надо бить в колокола. Нет такой проблемы в районе, еще раз повторюсь, не выдача заработной платы, это вот неправильно. А руководству предприятия, ну решайте свои внутренние проблемы со своими учредителями и требуйте основное, это в первую очередь зарплата, потом уже налоги и не должно такого быть, хочу сказать. Завтра в утром я опять на предприятии, вечером я связываюсь с инициативной группой, которая организована на предприятии и узнаем всю информацию. Завтра либо в 9 утра, пожалуйста, туда на территорию, либо опять так же мы здесь встретимся уже, когда будет известная ситуация, я дам опять пояснение, что будет. Мы сегодня, я связывался с прокурором, на сегодняшний день нет заявлений в прокуратуру от работников по задержке выдачи заработной платы, поэтому, ну... А как вы считаете, сама прокуратура не должна реагировать, вот узнав о таких фактах? Должна, я думаю, должна. Скажите, пожалуйста, что из себя сейчас представляет Загорский бронер? Вообще, насколько это важно для района предприятие? Ну, смотрите, если там работает более 400 человек, уже важное предприятие, да? Мало того, наш район издавна считается сельскохозяйственным районом и районом по выращиванию птиц. У нас несколько предприятий, которые выращивают птицу, и у нас целый институт в НИТИП, который занимается селекционным разведением. И... Да даже если бы 10 человек работало, оно все равно для руководства, это люди нашего района, они получают на зарплату. Была сложная ситуация на Загорском бронере. Они прошлый год практически весь стояли. Очень непростая ситуация. Это группа компаний Ассортимент, одно из предприятий, которое, ну, действительно стояло. Хотя оборудование там новейшее, агрохолдинг их взял сейчас под свое крыло и пытается вывести из кризиса. Надо отдать должное, что действительно вложено туда очень много денег, погасились долги, предыдущие по налогам. Ну, вот проблема с зарплатой, но это я еще раз говорю работникам предприятия. Надо идти, ну, в суд и добиваться своих прав через судебные инстанции. По-другому не получится, потому что старые ушли, пришли новые, но это не значит, что нужно забыть о тех долгах, которые остались перед работниками предприятия. И прокуратура тут немаловажное влияние должно оказывать. И мы будем обращаться и требовать решения этих вопросов. Я не знаю, мы сейчас ищем, конечно, инвестора, который бы пришел и, ну, говоря, еще раз выкупил это предприятие, но тяжело идет. Хотя, казалось бы, о том, что сегодня идет импортозамещение и наша птица требуется, востребована, инвестора пока нет. Вообще-то там, по вопросам, сколько я знаю, продали это предприятие с нарушениями? Его 10 раз продали, туда вложили более 6 миллиардов рублей. Не имели права продавать конкурс? Не имели права продавать. Под кредиты. Все заложено. То есть ситуация может повториться с нашим лакокрасочным заводом. Вот о кредитах. То, что они 2 миллиарда взяли руководство. Это достоверная информация? Ну, это же юридические документы. Кто нам их покажет? Это может выяснить только вот если прокуратура вмешается. Сегодня, кстати, глава с прокурором разговаривал и сказал, что давайте вмешивайтесь серьезнее. Вот. А сколько вложено, вернее, сколько взято кредиты и кто и под что, я не могу сказать. Вы вот, может, как специалист подскажете, зачем они создают новое юридическое лицо? Это не опасно для работы? Не так. Смотрите. Предприятие, руководство брало кредит, закладывало здание, цеха, все это прочее. Теперь владеет этим предприятием не вот тот директор, с которым мы встречались, и нецем, банк. Банк сегодня готов продать это предприятие. Покупателя нет. Сегодня банк в него вложил там 5,6 миллиарда рублей, а реальная стоимость меньше миллиарда. Поэтому, поэтому сегодня нет того инвестора, который готов был бы купить за эти деньги. Банк продать дешевле не может. Сегодня вот у нас лакострочный завод брошенный, не работает. То же самое, та же ситуация. Готовы бы любые, приезжали серьезные инвесторы, которые говорят, но они посмотрели в документы, говорят, не, ребята, вот это барахло нам не надо. Мы готовы забрать, начать работать, но мы не готовы сегодня. А вот продукция сама не конкурентоспособна? Почему она лежит на складах? Ничего не лежит на складах. Ничего? С склады все нулевые. Вывозится все моментально. Почему и переживает руководство сегодняшнее? Потому что им Москва дает деньги только на корма, часть на зарплату и часть на бензин, на все, чтобы вывезти эту птицу. А птица тут же продается. Дело-то в том, что руководство само не здесь, руководство там в Москве. И им, в принципе, тот же директор, он говорит, у нас точно так же заловят зарплату те же 4 месяца. Роян же может и сколько у вас отстанет? Это частная собственность. Если начальное продавали, то это не может быть. Это же частная собственность. Район к этому отношению никакого не имел. А федеральное? Это было федеральное. То есть это на уровне федерации. Если они докажут, что это была сделана сделка незаконно, ну тогда может быть. А так? У тебя даже есть решение? Наверное, вакурацию? Вот не могу сказать. Не знаю. Вот это дело.